Всем привет, друзья! Меня зовут Влад, и мы в Shadow Fight 3 с вами. Сегодня у нас не будет мега-мега каких-то битв, не будет мега-мега каких-то ивентов, но у нас с вами будет сундук. Хотя нет, можно сыграть одну битву, конечно, в миссии, в какой-нибудь, но сегодня я хочу пооткрывать сундуки, которые приурочены у нас к марафону. Марафон у нас очень крутой, марафон у нас победителей, здесь стоит моя любовь, моя Джун, да, обожаю ее. Побеждаю в дуэлях, открываю сундуки, чтобы получать награды. Ну что ж, давай посмотрим. Сегодня я записываю с телефона, да, я записываю с нового устройства, не с эмулятора, с телефона. Это, наверное, очень необычно, да. Вот, и давайте, во-первых, откроем пак, откроем пак, он, конечно, дополнит нам очки в марафоне, давай сделаем вот так, вот, и посмотрим, что этот пак нам с тобой сегодня подарит. Доспех Михайловой Тарочки, огненные снаряды, память империи, значит, самодельное жало и робо-монаха. Так, ну, это немножко очков к марафону, и теперь, собственно, давайте посмотрим на наши сундуки. Так, вообще, я не посмотрел условия марафона, там надо открывать какие сундуки? За редкий сундук заданий, за эпический сундук заданий и за легендарный. Так, ну, хорошо, давай, пожалуй, начнем с каких сундуков? С эпических и начнем, открывать будем за... Можно за Вестников открыть что-нибудь, давай попробуем. Можно что-нибудь открыть за них, так. Ну что ж, погнали, первый сундучок пошел. Эпический сундук, смотрите, какой он офигительный. Какой он офигительный, я предвкушаю, что здесь будет. Пока здесь нету нифига. Подводная броня, зазуберная кусарегама, укус-трекозы, подводная маска и монеты. Ну смотри, легендарная выпала, это неплохо, это неплохо. Давай дальше, что там у нас, эпический сундучок. А, надеюсь, выпадет годная фигня. Так, это у нас робо-молчание, это у нас модулятор, изящная катана, мельница лезвий и монеты. Мне нравится, что монеты выпадают тут в достаточно неплохом количестве, это прям очень круто. Так, открыть. У нас сегодня опять серия с мега-мега большим открытием, мне это очень нравится. Робо-молчание. Еще одна, скальпель. Капюшон затмения. Затмение же? Да, затемнение. И 14 монет. Два раза робо-молчание нам выпадает. Ты представляешь, целых два, мать его, раза. Давай еще раз, давай еще раз. Так, не будем томить, вот здесь потомим. А, на открытии не будем. Опять робо-молчание, ты посмотри, она прям преследует сегодня меня. Так, кусарегама зазубренная, тоже неплохо. И эпическая карта, бесконечная боль, это сета, скажем так, спектра Адзумы, неплохо. Спектра, фельдшера, спектра Адзумы, прикинь. Если бы, кроме фельдшера Адзумы, был еще спектр Адзума, мы бы с ума все посходили. Так, ну теперь можно открыть что-нибудь за легион. Так, давай посмотрим. Так. Что это за прогрузочки тут лютые пошли. Так, ну и марафон победителей, у нас уже с тобой... Оу, ну у нас с тобой кое-что уже есть. Кое-что уже есть. Давай, собственно, открывать. Так. Марафон победителей вроде состоит из двух этапов. Насколько я знаю, жажда крови, ржавый проедоха, шипованный молот, шлем охранника и теневая энергия. Блин, разработчики, верните, пожалуйста, шансы открывать, кроме монет, еще и рубины отсюда, с этих сундуков. Это очень важная фигня была бы, я прям уверен. Так, давай легендарный вскроем. Легендарный будет крут. Ржавый проедоха, еще раз он. Треуголка, обратный отсчет и 14 тысяч. Неплохо. Так, давай откроем еще один эпический сундук. У меня очень много накопилось, как вы видите, за все время, но чтобы делать задания ивентов, пришлось открывать редкие. Ну, с них, как говорится, толку не особо много, но все равно немножко жалко, да, что нельзя забирать задания ивентов так. Так, ну что там у нас по марафону? Я все не хочу открывать. Надеюсь, не нужно будет все открывать. Марафон победителей, смотри, мы уже неплохо тут с тобой взяли. Так, ну, давай брать еще. Тут 4800 очков, насколько я знаю, нужно набирать. И мы с тобой сегодня... Ох, смотри, Адзуму там колбасит, ты видел? Смотри, смотри на его шлем. Смотри, как его колбасит. Чувак, с тобой норм все? Его колбасит чутка. Давай еще один легендарный откроем. Так, я думаю, будет неплохо. Я думаю, будет неплохо. Пепел и свет. Бессмертная доблесть. Жажда крови. Шлем доблести. И монеты. Точнее, не Адзуму, а меня в вещах Адзумы. Я же не Адзума, я же Шимик. Вот, да, красавчик. Так, и теперь... Теперь я попробую переключиться за династию. Что-то пооткрывать за своих любимых. Не понимаю, что за фигня. Почему... Чувак, почему тебя коробец? Ты со всеми шлемами так себя будешь вести, что ли? Смотри, как его колбасит. Вот, с этим все нормально. А с тем ему было плохо. Фельдчер Адзума пытается выбраться, короче, из этого шлема, судя по всему. И начинает опять нагнетать что-то обстановку. Так, 2400 у нас уже есть. Ну, слушай, это классно. Это просто замечательно. Я предлагаю открыть за династию. Я предлагаю открыть за династию это все дело. Давай смотреть. Это мега открытие. Обожаю этот марафон. Отлично! Корона жажды мне... Ой, корона вождя мне выпадает. Корона жажды, капец. Я вроде попил уже сегодня. Так, окей. Ключики 900 теневой, 300 рубинов. Прекрасно. Корона жажды. Так, смотри, эпический глава 7. Ну, давай. Давай его сделаем по красоте. Так. Возможно нам выпадет с него куча всего вкусного и нового. Северный барбюд. Составной лук. Жажда крови. Вот жажда. А там вождя. Че я туплю-то? Так, окей. Продолжить. И легендарный 7 главы. Ну, погнали. Так, давай. Давай попробуем. Давай попробуем. Пусть годная. Вуак. Стальная нога. Посох достатка. Неплохо. Которым я Азуму вынес просто как лоха. Ну, конечно, он мне тоже там раунд забрал. Но. Но, это было круто. Ох ты. Июльский марафон у нас тоже готов. Предлагаю июльский марафон открыть за Вестников. Потому что. Не знаю, какой там будет пак. В принципе, я бы хотел получить что-то из новой главы. Какие-нибудь Хелицеры, может быть, усилятся. Было бы не... Было бы очень хорошо для меня. Если этот пак не архивный. Хотя, я сомневаюсь. Мне кажется, он архивный. Ну, сейчас посмотрим. Вот это неправильно. Вот это, я считаю, неправильным. Это никакого толку мне не сыграло. То, что мне выпадает шлем. Который, по сути, будет сейчас как член вождя. Член вождя. Почему член? Шлем вождя, который мне выпал. Итак, да. Легендарные Вестники. Здесь обычный пак. Давай попробуем. Посмотрим. Печально, печально, конечно. Так, окей. Я думал, оружка какая-нибудь выпадет. Но нет. А вот Хелицеры хоть немножко усилились. Опять он выпадает. Да что ж такое? Это решенность. И модулятор. Буак этот прям преследует сегодня. Сейф этот на колесах. Так, смотри. Хелицеры выпали. Ну, неплохо, неплохо. Вообще, было бы круто, если бы мне в одиночной карте Хелицеры выпали. Было бы замечательно. Было бы вообще хорошо. Но они мне не выпали. Это странно, конечно. Ну, ладно. Зато мне выпал шлем. Абсолютно не нужный для меня шлем. Который усилился и стал как шлем вождя. Вообще, бред полный. Так, ну что ж. Продолжаем открывать. Продолжаем открывать. Давай. Я не знаю. Выберем снова Династию. Династию выберем. Мы будем открывать с тобой. Продолжать сундучки. Вот. Давай. Так, так, так. Марафа, убедите. Блин. Я всегда, ну, путаюсь в этих вкладках. Хотя уже пора бы их выучить. Но я всегда в них путаюсь. Потому что раньше мне было удобнее гораздо работать с этими вкладками. Постоянные доработки интерфейса, конечно, потом сводят с ума. Да это в любой, по-моему, игре. Звездочки. Окей. Триумфатор. Латы морпеха. Еще раз они. И монеты. Так. Ну, можно открыть еще один, конечно, такой сундук. У меня сегодня много легендарного всего. Вообще, это самое легендарное открытие, наверное, из всех, что были. Это реально крутое открытие. Так. Бескозырка. Бескозырочка. Танцующие сабли. Вот это не нужно, дичь. Ну, ладно. Повелитель пусть будет. Пусть будет. Повелитель небес. Неплохо. Так. И, я думаю... Сколько там нужно еще? 750. 750. Я думаю, мы закончили. Нет еще? Нет, мы еще не закончили. Еще, еще, еще до 400... 4300 у нас еще есть тобой порог. Так. Ну, я предлагаю тогда... Так. А сколько там надо? Так. Ну, смотри. Мы еще можем один легендарный отпаковать. В принципе, это неплохо будет. Хотя, лучше, наверное, эпический открыть. Или все же легендарный. Давай откроем легендарный. Так уж и быть. Так уж и быть. Мало ли. Мало ли, ребята. Так. Отвага. Северное сияние. Солярные бомбочки. Танцующие сабли. И монеты. Так. Там еще один легендарный даже готов. Но его уже трогать нам не надо. Потому что марафон уже подходит к концу. О. И здесь прям как раз нужно открыть еще один эпический сундук. Я реально очень много, смотрю, сундуков набрал. Сейчас кто-то напишет. Влад, да ты задонатил? Да, ребят. Я каждый день хожу и доначу. Потому что мне больше нечего делать. Я донат. И я. Ну как вы обычно пишите. Вот. Так. Монеты. Отлично. Тайна сундуков так и не была раскрыта. Сколько их было, тоже не было раскрыто. Они остаются на следующие какие-нибудь марафончики. Это прекрасно. Это прекрасно. Ну что ж. Давай вскрывать. В принципе можно открыть за легион. Но не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Так. Ну. Ну ладно. Давай откроем за легион. У меня династия все равно сильно подкачана. Поэтому открою за легион. Завестов тоже я открывал получается. Давай попробуем. Открыть за легион. Возможно что-то годное да выпадет. Поехали. По-моему сейчас сразу с одиночной карты начнется, да? Отличненько. Смотри. 9800. Замечательно. Посох достатка. Я рад этому оружию, потому что это за династию выпало. Легендарная глава 7. Поехали. Тун-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-тун. Давай. Делай круто. Легендарная глава 7. Так. Бесконечная боль. Теневой ожог. Повелитель небес. Крылья журавля. И волчий ворот. Неплохо. Неплохо. И эпический глава 7. Так, замечательно. Стальной шлем. Первичная защита. АСЛ. Печать вайдный. И составной лук. Ну, неплохо. И, кстати, легендарная вещь выпала. Это прекрасно. Ну, что ж. Мы завершили с вами марафон. Ну, я завершил. Надеюсь, вы тоже завершили их оба. Июльский марафон на него многие гнали. Типа, вот, его без доната пройти нельзя. Ну, теперь, я думаю, ваши лица и ваши мысли изменились. И Некки молодцы. Вот. Поэтому, как бы, мне понравилось. Марафон был классный. Я изначально вам сказал, что июльский марафон можно пройти. А все-таки, мы не можем. Мы без доната не сможем. Такое, короче, что-то было. Ну, что ж. Спасибо тебе, Джун. Это было замечательно, как обычно. Вот. Хороший был марафон. Сундуки остаются на следующий раз. Можно сходить бахнуть какой-нибудь бой. С новым посохом достатка. Так, ну-ка, где он там? 9 800. Боже мой, как же я крут. Так, и давай оденем вот это. Ох, почти 26. Но, можно еще шлем, конечно, было одеть. Посмотреть, что с ним будет. Так, давай, накажи нечестивого рыцаря. Блин, он неуязвимый. Я хочу просто прийти и, как следует, наказать. Какого-нибудь уязвимого чела. Вот здесь где-нибудь. Что здесь за квест? Победим одного из клонов Бола в недалеком прошлом. Вот, давай мы недалекое прошлое Бола, короче, изуродуем сейчас. И все будет хорошо. А нечестивый рыцарь, его надо под оглушение, по-моему, там ждать. Это очень долго и... Ну, не кайфово что-то для меня. Поэтому ок. Давай маскировка, делай хорошо. Делай классно. Еще один клон Бола. Ну хорошо, еще один клон Бола. Давай сразимся. Отлично. Так. Блин, еще один клон Бола неплох. А че ты так сильно бьешься-то? Еще один клон Бола. Ты мне хоть подойди к тебе, дай клон Бола еще один. Отлично. Вот это круто. Он сейчас повернется. А, он даже не повернулся. Я думал, это будет так. Он промахивается одной ногой, потом он поворачивается, и второй удар вот этот, он вылетает ему прям в дупло. Но нет, этого не было. Окей. Немножко непривычно записывать с телефона, потому что я это практически не делал. Это было только пару раз за все мое прохождение Shadow Fight 3. Вот. А сейчас прям я нацелено открыл сундуки именно с телефона. Ты представляешь? Так, неплохо. Неплохо. Да нифига ты крутой. Смотри, как он... Смотри, как он... До свидания. До свидания. Смотри, как он круто это делает. Он такой хоба ногой. Офигеть. Я сразу вспоминаю Азуму, который так делал. Да, мне на самом деле немножко непривычно записывать с мобилы, потому что тяжко немножко это делать. Звук я вообще пишу на, получается, микрофон компа, потому что писать звук на микрофон телефона, это просто залупа. Даже если это делаешь через гарнитуру, у меня это немножко вызывает некоторые трудности. Ну что ж, друзья, вот такая вот получилась сегодня серия. Мы открыли кучу всего. Я получил оружие за династию с нужным для меня уроном. Ну как нужным, она усилилась по максимальному. Это просто замечательно. Уже к десяточке кап отхожу. Это очень-очень круто. Ну что ж, единственное, что я не очень рад, это то, что мне выпал шлем вождя и выпал влаг, который, получается, такую же силу теперь и имеет. Вот, видишь. Но, в принципе, вот если вождя одевают... А, у меня уже есть 26к. 26,254. Это здорово. Необычный, конечно, сет. Ну, не сета, скажем так, ряд вещей. То есть доспех Азумы, шлем вождя, посох достатка и иглы той же Азумы. Ну, такое. Все. Такая вот получилась серия. Было классно. Подписывайся на канал, ставь лайк. Комментируй. Можешь зайти сюда. Тут тоже есть я. А, нет, меня здесь нет. Здесь и Стивен, и Макс. И ребята, которые американские. В общем, смотри нас всех и наслаждайся роликами. Все. Все, друзья. Хрипатый голос появляется. Вот только просыпаешься и начинаешь записывать. Так, ну-ка. Где там? Ох, вот мое утешение стоит. Все. Всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok